Мы продолжаем путешествие по поселкам Творченского района и скоро направимся в шахту номер 8. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Идет и прямо бежит Да, главное Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот это углепровод По которому двигался уголь Из открытых карьеров Когда уже Были заброшены Рудники Добыча уголя перешла в открытые карьеры Турецкая фирма этим занималась Ну а теперь и это тоже Закончено А вот здесь местный житель Щиплет травку Хрюндель Такой Точнее это свинка Свиноматка Ну вот Мы видим остатки рельсового пути Выезжали из рудника Вагонетки Груженные углем Сюда Ну а дальше возможно Этот кран Их грузил Хотя вот непонятно Река явно не судоходная Ну видимо грузил на какие-то Автомобильные платформы Скорее всего Вот это очень древняя модель Башенного крана Стрелы кстати у него уже нет Она отвалилась Это КБ-100 То есть подъем крановщика Осуществляется в кабину Внутри трубы По лестнице Вот по этой И стрела уже куда-то рухнула Ее уже не видно И вот тут такая штука Типа дока Такой бассейн Но я даже не представляю Для чего он здесь Вот такая емкость Экран Что-то здесь грузил когда-то Вот где-то здесь проходит шахта В теле этой горы Шахта номер 8 Последняя Из комплекса рудников имени Сталина Сталина Открыта в 1966 году О, какая чистая водичка Итак, уважаемые зрители Мы заходим в шахту номер 8 Комплекса рудников имени Сталина В Кварчельском районе Республики Абхазия И попытаемся дойти До подземной электростанции Недостроенной И не можем мы пока вам сказать Что у нас из этого получится Вот перед нами уже развилка Как я понимаю Нам к электростанции прямо Верно? А вот тут проход тупиковый Штрек Восьмая штольня Самая крупная среди Кварчельских штолен И самая богатая по запасам угля Выработки и реку Голицгу Разделяет лишь скала Небольшой толщины У кого-то из инженеров Родилась идея Прорубить скалу И воду реки Направить самотеком по водоводу На котором установить турбину Которую будет вращать сила воды Строительство развернулось В конце 60-х годов 20-го века Но что-то пошло не так И электростанцию так и не ввели в эксплуатацию Заглянем ненадолго В тупиковый штрек Здесь Он идет в тупик Здесь не холодно Вон прорабская каска валяется Крепи Здесь Такие Мышки летают Нарушки Мы их потревожили Нарушили их вечную темноту Крепи здесь металлические Серьезные Поэтому Вон мышки Мышки Летают Собачка Нас решила сопровождать Ну и вот Перед нами Набитая Наверное пустой породой Все-таки вагонетка Стандартные вагонетки Вот Рельсовый путь Ускоколейная Дорога Здесь Шла Вагонетки Вывозились На поверхность Вот Здесь Небольшие Обвальчики Такие Встречаются Мышки Летают Живут Здесь Мышки Это не они Распространили По всему миру Ковидную инфекцию А это Случайно Или специально Убежал вирус Из Института Вирусологии В городе Ухани Дальше не пойдем Дальше вроде Ничего уже интересного И нет Этот ход упирается В тупик Ну а мы следуем По основному Штреку Тут Течет Водичка Мы следуем Прямо Тут тоже Были рельсы Как мы видим Вот Оставки шпал Сами рельсы Конечно Уже сняты Ну и вот Такой Путь У нас будет Достаточно Однообразный В течение То ли 5 То ли 7 Километров Никто не может Толком сказать Сколько же На самом деле Поэтому Вот Идем Вот там Остался Вход Его уже практически Не видно По Тоннелю Идет два Ускоколейных Рельсовых Пути Вот один И вот второй Рельсы сняты Остались только Шпалы То есть вагонетки Здесь следовали Вот туда На выход В двух направлениях Однообразие Туннеля Прерывается О, уже Какой туман То ли еще будет Вот такими Всякими Щитками Электрическими Разводками кабеля Собака Собака Обнаружила Мешок В отделку И улетела Вот Аж упала Как Вот Обвалилась Порода Как видите Собака Давай Или Вперед Или Назад Не мешайся О, тут Приходится Протискиваться Вот Вот Обвал Так Они Естественно Все Спилены Вот Ячейки Для кабелей Вот Тут Опять Обделка Обрушилась Ну и я сразу же Прошу прощения За качество съемок Туман Здесь Очень серьезный Дальше Говорят Будет Поэтому Собака Ты нас не пугай Да И без тебя Страшно Опаньки Вот Тут Что-то еще Я вижу Интересное В общем Будет Везде Туман Уважаемые Зрители Уж извините Ничего Я с этим Не могу Поделать Так Поэтому Продолжаем Наш путь Вот Здесь Обделка Рухнула И можно Засмотреть Открылась Ага Вот Вот тут Отходил Видимо Тоже Штрек И он Сейчас Забутован Видите как То есть Штрек Вот там Был Туда Даже В дырочку Можно Пролезть Но Наша цель Находится Вот там И совсем Там Уже становится Туманно Так что Только ближние Съемки мы можем вам показать Тепло Влажно В общем Как в парной Как в сауне Вот еще интересное явление Мы по ходу пьесы обнаружили Вот Течет вода Это все Грунтовые воды Собираются В туннеле И уходит она Вот туда Вот в этот коридорчик Вот туда она уходит То есть там есть проход И она уходит Вот туда Под породу То есть там есть какие-то пустоты И часть воды И часть воды Уходит туда Это конечно для нас хорошо У нас Будет меньше Глубины Воды В этом Туннеле Душ Грунтовой воды Становится Все Более Частым Ну а вот здесь Мы видим еще Небольшую Боковую Выработку На обратном пути Если будет Сила и здоровье Может быть Заглянем Если не забудем И вот туда тоже Уходит вода Теряются С воды Туннеля Во влажном тумане Ну и тут Во всю Очень дружно И обильно Просачиваются Грунтовые воды В этот строк Так Добрались мы еще До одной Выработки Ни хрена почти не видно Хотя глаза не видно А в камеру уже мало чего видно Ну вот в общем там Проход тоже туда Вот Если видите Туда идет тоже Выработка И тут обвальчик Такой Небольшой Симпатичный Опять нам везет Видимо ухода Вот у этого Есть такой Небольшой Наклон влево И влево Выработки И вот Возичка пробила Сейчас Попробую поближе Возичка пробила Себе вот такие Дыры В Обделке И уходит Вот туда Довольно таким Мощным потоком И соответственно Уменьшает Количество воды В нашем туннеле По которому Мы следуем Оказывается У меня Запотел объектив В общем В общем Вот Вот так Это выглядит Все Тут все страшно Потеет Поэтому Периодически Придется Протирать пальцами Все равно За качество Извините Но ничего не могу сделать Водичка здесь потрясающе Чистая Надеюсь Вам это видно Очередная Выработка Уходит Налево Вот Туда Вниз Здесь Лежит Оплетка От кобелей И очень Много Какого-то Металла Стружки От металла Вот значит Выработка у нас Идет влево Но Что самое интересное Мы здесь встречаем Первую Выработку Вправо До этого Вправо Выработок Не было Сейчас Мы сюда Подойдем Ух ты Тут что-то Интересное Ребята Ой Главное Ой Не переломать ноги Так И как себе понимать Это трансформаторы Значит Мы на правильном пути Что ли Ох А что все Такое Трансформаторы О Слушайте Я или с ума сошла Мы что дошли Такого быть не может Это слишком близко Это промежуточная Подстанция У нас Вот тут что творится Изоляторы Вот такие Вот тут блоки Силовые Очень много Оплетки От кабеля Кабеля Я думаю Там нет Даже искать не буду Такая вот здесь Подстанция Небольшая Ну как Небольшая Так скажем Относительно Небольшая Вот Здесь Вот Здесь В этих Желобках Лежали Кабели Вот Здесь Вот изолирующие Элементы Здесь Конечно Уже все Вырвано Так Опаньки Еще куда-то Поворот Ммм Тут еще Есть что-то Ммм Оп Ай Тут придется Пригнуться Здесь еще Коридор идет А там Господа А Там выход Этот самый В круговую В основной Штрек Вот мы вышли В тот По которому Мы и шли Основной штрек Вот выход Сюда То есть Это такая Промежуточная Подстанция Наверное для питания Тяги Вагонеток Которые здесь Катались Ведь вагонетки Возил электровоз Потому Как дизельную Тягу Здесь сложно Использовать Все работники Рудника Задохнутся Если здесь Устроить Паровозную тягу Да Собака Вот и я так думаю Ну в общем Вот Очередной Тут обвал Но тоже Не критичный Думаю Преодолеем Сменилась Обделка Тоннеля И Стало Немного Поглубже Воды Ну это Наверное Из-за того Обвала Который Мы только что Прошли Ну поэтому Следуем Дальше Нашей Заветной Цели Здесь Слава Богу Не так душно Точнее Душно Но дует Такой Прохладный Ветерок И Поэтому Не дает нам Выдохнуться Так Вот тут Периодически Вот такие Помещения За обделкой Появляются Но мы Наверное Осмотрим На Обратном Пути А сейчас Следуем Дальше Редкий Артефакт Вот Такого Очень интересной Формы лепестка Лопата Вроде как Совковая Ну вот Видимо Такой Удобнее Здесь Разгребать Пустую породу Или что Не знаю Завал Может и завал Вполне возможно Одна Развилка Я полагаю Нам в левый В основном Мне кажется Развилка Тут даже Рельсы Сохранились Стрелка Остреков Нет Смотрите Равная Рельсы Остреков Нет Ну да Даже тут Стрелка Такая Вот Тут Направо У нас Сюда Тоже Рельсы Ой Тут Что-то Нет Желания Туда Ити Совсем Тут Очень Вязко Вязан Ноги И Поднимается От воды Можно видеть Пар Просто Вот Такой Штрек Уходит Туда Направо Какой-то тут Боковой Штрек Привлекла Вот это Вот Я Нет Просто Это Уходит Достаточно Далеко Далеко Он выше Уровня грунтовых Вод И вот так Вот он идет Достаточно Далеко Вот Сухой Штрек Ага Вот тут Такая Забутовка Может Гильза Может Что тут было Но далеко Он идет Это Очередная Тяговая Подстанция Наверное Для Моника Для Этих Самых Для Вагонеток Для Электровозов Точнее Которые таскали Вагонетки Да Здесь Трансформаторная Была Какой-то Электрический Узел Вот Здесь Лежали Кабели В желатках Что там Электровоз Наверное Я думаю Зарядка Электровоз А И Более того Я скажу следующее Вот этот Штрек По которому Мы не пошли Вот он Он выходит сюда Мы бы пришли сюда Если бы пошли Там Костя А здесь Значит Была зарядка Электровозов Восьмотровая яма Да Наверное Для их ремонта Вот Швейлер Поднимают Что-либо На ремонт А вот На этих станинах Стоят Аккумуляторные батареи Возможно Да Это значит Ой А какая чистая вода Обалдеть Вообще Смотрите Вода просто Кристальная Здесь Значит Происходила Зарядка Электровозов Которые таскали Вагонетки Тоже Обратно В наш Центровой Штрек То есть Вот так Вот он заходил Здесь Заряжались Они И уезжали Вот туда И этот Штрек Тоже должен По идее Вот у него Тут такая Оригинальная Обделка Это не выработка Это не выработка А именно Чтобы Для Электровозов И вот Туда Он Должен Выходить В основной Тоннель По которому мы идем Ну да Правильно Вот он Туда И выходит Тоннель В боковые В общем-то Выходов На поверхность Мы здесь Пока Не видим Здесь Есть Неизвестно Где Какой-то Вертикальный Ствол Но Где он И как его найти Мы не знаем Поэтому Идем Пока Прямо Докуда Сможем Дойти Да Здесь Какие-то Агрегаты Тоже Агрегаты Ага Ага Что же это такое Вон Шестеренка Что это может быть такое Какие-то агрегаты Для чего Непонятно Не компрессор точно Нет Не компрессор Там Там Изоляторы Вот Внутри Да Внутри Изоляторы Что-то Тоже Из Электрооборудования Или Что это может быть Наверное Какие-нибудь Трансформаторы Трансформаторы Как-то Не очень Да Короче Наша идея Что это нечто Из электрооборудования А что именно Пожалуйста Комментируйте Ждем комментарии Да Вот Вот Такая Дверь В это Помещение Была Когда-то С заслонкой Ну В общем Мы считаем Что электрооборудование А там Специалистам Виннее Вот 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 Ага Это значит Еще одна Развеза Ой Какой тут Сильный ветер Обалдеть Прямо сдувает С ног Да И очень Прозрачная Вода Но она Здесь везде Прозрачная Но здесь Особенно Иди сюда Пожалуйста Да Я просто Замерз Замерз Да Так Все мокрое Значит Вы хотите Сказать Что вот туда Налево Идет тупик Тогда Ветер дует Оттуда Дует Ветер Интересно 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 Тут что-то интересное находится в этом тупике Сейчас попробуем все-таки сюда дойти Так Какие-то ворота Что-то тут Не особо понятное мне Ух 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 Это разворотный круг Для тележек Похоже Но он почему-то смещён Относительно рельсов Не очень понятно Пока А это Был такой бетонный колпак Огромное помещение Интересные дела Очень интересные Там затоплено Там затоплено Да Огромное помещение Огромное помещение Огромное помещение Красное А Они Огромное помuce 網 ahr В Для Давайте Весные дела. Уважаемые зрители, мы преодолели около 5 километров по штольне, залитой водой в среднем по щиколотку, хотя кое-где вода доходит и до колена. Оказавшись в большом многоярусном помещении, я не сразу догадалась, что это и есть цель нашего путешествия – подземная электростанция, которая так и не была введена в эксплуатацию. Есть версия, что сюда по каким-то причинам не смогли доставить и здесь смонтировать необходимое оборудование. Два агрегата по 14 мегаватт должны были быть установлены здесь. Это весьма интересное инженерное сооружение. Такого я за годы увлечения заброшенными объектами еще не видела. Отсюда выезжали вагонетки. А тут не сильно прогнило туда-то зайти. Так, кран-валка здесь. Ага, это подъем на краномостовой кран. Это мостовой кран, уважаемые зрители. Ну вот, наверное, эти, ну как это сказать, люки, бункера для турбин, чтобы вращали турбины. Электростанцию. И вот кран-валка. Точнее, это не кран-валка, это мостовой кран. Здесь, похоже, просто туалет. Очко для персонала. Это все тут лестницы. Ну вот это, я думаю, для турбин вот эти вот штуковины, мне кажется. Вот это вот. Дело для турбин. Вот там вот здесь, ну как, машинный зал предполагался. Это не достроенная электростанция. Предполагался машинный зал. Вон стоит мостовой кран. Здесь еще для какого-то оборудования люк. Ой-ой-ой, какой ветер. Это значит, здесь должен быть тоннель, по которому должна течь вода, что ли. А что тогда там течет? Течет. Это не достроенная электростанция. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мегаватт, извините. Она должна была питать все рудники, все восемь рудников комплекса имени Сталина. Так, а теперь я не трус, но я боюсь. Я хочу подняться на эту лестницу, на мостовой кран. Вот здесь мостовой кран работал. Он должен был устанавливать, монтировать оборудование. Мне страшно, но мне охота. Итак, почувствую себя крановщиком мостового крана. Ой, я вообще работаю на башену, а это мостовой. Давайте посмотрим, что тут есть. Вот так крановщик поднимался, как и я. Вот она кабина. Конечно, уже ни контроллеров, ничего здесь не сохранилось. Вот здесь должно стоять кресло и контроллеры. А вот здесь вот эта штука... Вот, вот эта, скажем так, калитка, она должна быть обязательно закрыта. Вот здесь должен стоять концевой выключатель. Если калитку не закрыть, то кран работать не будет. Это специальный такой прибор безопасности. Вот, ой, дьявол. Я не провалюсь здесь, вроде нет. Ну вот, кабина. Вот это мост. Вот это очень мощный гак. Вот он. Это, наверное, грузоподъемность написана, но она уже проржевела и все стерто. Здесь два гака. Один поменьше, другой побольше. Вот второй гак. Вот, два гака. Можно работать либо одним, либо другим. Это грузовые. Ну а здесь располагались контакторы, всякое... Концевые выключатели, всякое оборудование, необходимое для работы крана. Ну вот, собственно, вот так. Мост, соответственно, двигался по всему вот этому цеху. Вот колеса. И мост ездил вот так вот по вот этим вот бетонным балкам, по рельсам. На балках лежат рельсы. И мост ездил по всему цеху. Должен был ездить, по крайней мере. Я не знаю, работал ли этот кран когда-нибудь. Возможно, что и нет. Но установлен он был именно для монтажа оборудования, подземной электростанции. Вот он, малый гак. И вот большой. Такие гаки обычно поднимают тонн 80. И вот, соответственно, по мосту еще двигалась тележка вот эта, на которой находятся гаки подвешены. Вот там вот механизм, движок тележки. И вот она так двигалась. То есть, получается, сам мост ездил по рельсам. Вот так по мосту двигалась тележка с гаками. Ну и брала, соответственно, грузы. Такие мостовые краны работают на разных заводах, в крытых цехах. Ну, в общем, вот в таких вот местах. В общем, вот он, машинный зал. Ну, я не знаю, вот тот туннель, в котором мы были, вот тот. Там, наверное, даже не знаю. Наверное, нет, это все-таки ходок для людей. А может, под ним должна была крутиться турбина. Ну, и гнать вода, вот чтобы вода вращала вот эти вот турбины две. Ну, вот был такой проект. Ну, что-то пошло не так. И электростанция осталась недостроенной. Поэтому, уважаемые зрители, мы заканчиваем наше путешествие по шахте номер 8. А заодно и по всему Кварчевскому району. Подписывайтесь на наш канал. И вы узнаете еще очень много интересного. Туннель, по которому мы шли, продолжается дальше. Но здесь уже совершенно такой стоячий воздух. И идет от воды пар. Нет тяги. Абсолютно нет тяги никакой. Видимо, там никакого контакта с поверхностью нет вообще. А весь ветерок, который мы ощущали, пока шли сюда, он весь дул вот с этого вертикального ствола, который находится позади подземной ГЭС. В общем, этот туннель продолжается неизвестно насколько. И, скорее всего, приходит в тупик. В тупиковую выработку, потому что нет там никакой тяги оттуда. И здесь вот такой вот туман. Потому что теплая вода, она дает вот такой туман. И, в общем-то, здесь особо ничего не видно. Вот так же тянется дальше этот туннель. Возможно, есть боковые выработки. Возможно, нету. Сие нам неведомо. Ну, а мы отправляемся все-таки, наверное, в обратный путь. В боковой штрек мы решили зайти. Почему? Потому что не знаю почему. Потому что не знаю почему. Короче, решили зайти в боковой штрек. А тут какая-то параша плавает, господа. Ой, какая неприятная параша какая-то. Ну, вот там дерево гниет. Давай тогда не пойдем. А вон там, смотри, оно куда-то в какую-то комнату заходит. Ну, пусть заходит. В общем, что? Где-то там водичка течет. Пойдем смотреть. Тяги нету. Тяги нету. Гниет дерево. Бог скажет. Ни в коем случае нельзя. Да. Ну, вот мой напарник считает, что идти туда опасно. А когда я не знаю, в принципе, не спорю. Ну, что? Своим здорово готовят. Утро красят нежным цветом. Но не стены древнего Кремля, а абхазские горы. Мы покидаем восьмую штольню. Ой, какой здесь дубарь. Это не то слово. Итак, мы ее покидаем и отправляемся обратно в Туарчел. И так далее. И так далее. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok